МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обмерковал развитие Могилевской области с помощником президента Михаилом Русым и губернатором региона Леонидом Зайцем. Сяуба азимых, технологичная и кадровая дисциплина, так само финансовая поддержка региона. Гэтые темы, размовы стали ключевыми. Або два высокопоставленные чиновники уже 5 месяцев на своих посадах. Важкий период, как говорить об проведенной работе. Вядома, есть позитивные изменения. Повеличили экспорт, снизилась колькость стратных предприемств. Расте средняя заработная плата, але в целом в области не без проблем. Обмерковывая максимальную финансовую поддержку региона, керавник державы акцентовал увагу. У керавництва в области должна быть выразная стратегия развития. А если и сказать об допомозе, то и она должна принести значный эффект. Под ваши обещания, я, конечно, вам очень верю, но просто под обещания денег, хлопцы, не будет. Мы должны видеть четкий расчет. Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. И не только, которые республика вам или банки смогут предоставить, но вы должны видеть и возврат собственных средств. Самое главное, если даже вы получите какую-то поддержку с отсрочками, рассрочками и прочее, то с завтрашнего дня, каждый день, вы должны демонстрировать динамику. Положительную динамику. Если у вас этого не будет, или мы с вами будем видеть, что это невозможно, не начинайте даже разговор. Деньги получили, с завтрашнего дня, грубо говоря, они должны начинать работать, и от этого должен быть эффект. В виде налогов, возврата кредитов, заработной платы людей, производства продукции и реализации этой продукции, не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Леонид Заяц заполнил президента, что становишься ургене спокойное. У Могилевской области выпрацована программа до 2025 года по развитию творчостей. Стратегия закранает не только сферу АПК. По воде слову губернатора, стоит задача, как каждый работник Могилевшины на предприемстве, незалежно от формы властности, имеют мощность заработать не меньше за 1 тысячу белорусских рублев. Так само ведется активная работа над притягнением промых замежных инвестиций. Что тучится сезонных работ, завершается сяуба азимых. Яны, как и плановалось, повинны у основном завершиться до первого костричника. Протягиваем выпуск. Решица 15 листопада будет принимать областные дожинки. Район – один из лидеров в области по сбору с боржами. Наверное, тут, подчас жнива, звичайно, веншуют первых комбайнеров-тысячников. По традиции, подчас свято-урожаю поделять символичный каравай в области. Задача – добро подрихтоваться до свято, принять у им активный удел, поставлена перед усими районными выканавшими комитетами. Отказность за проведение агрофестиваля ускладена на Речицкий райвыканкам и комитет по сельской господарции и харчевании Аблоканкама. У Беларуси убрана амаль-полова площадь, отведенных под бульбу, больше за 13 тысяч гектаров. 1600 з'их у Гомельской области. Подаденных насене у регионе накопано амаль 38 тысяч тонн бульбы. Уроджайность складает у середнем 235,7 центнеров с гектара, что отповедает показшику минулого года. Протягивается в господарках и уборка кукурузы. У нашей области убрано 119 тысяч гектаров, что складает 35% от агульной площади. Большаясь 109 тысяч гектаров накеровано на силосы и зеленый корм живелем. 10 тысяч гектаров уроджаю собрано на зерне. Дарыши Гомельщина – лидер по нарыхтуции кукурузы серот инших областей. Наш уроджай складает около 30% от агульного плану сбору по краиням. А зимые сборживые у регионе посеяны амаль на 100 тысячах гектарах. Это складает амаль полову до плану. В целом селе таяны займыть 215 тысяч гектаров сельга сплошшил. Протягиваем выпуск. Новые компьютерные классы, адрамонтованные объекты социальной сферы и допомога у доброго парадкования. Депутаты Палаты представников Национального схода Беларуси по переднему скликанию подводят выники своей деятельности в округах. Наши корреспонденты выучали ситуацию на прикладе Ветковского района. Адрайцентры до Святиловича у 33 километры. После авары на Чернобыльской АЭС вёска оказалась на межи высокого радиационного забрудживания. Значная частка населенства переехала у іншой мястины. Коли в 1989-м тут проживало 1640 человек, то зараз у двоя меньше. Святиловицкую школу сдали в эксплуатацию 40 годов тому. Различана на амаль 700 вучнев, и она была практически полностью заполненной. На початку веросянях этого года за парты сели усяго 116 навученцев. Але принцип створения ровный для усіх мягчимостей отримания середней адукации дейняшая и тут. Причем допомогу у его реалізації оказывают не только мясовые органы улады, але и депутаты национального сходу Миколай Васильков. При его непосредному делі у школе замінили на сучасные значную частку в окнах. У вынику чагов помешканнях стало больше тепло и утульно. Плюс набили новую музычную аппаратуру. Конечно же, звук гораздо лучше, ярче и гораздо громче. То есть аппаратура достаточно хорошая, качественная была закуплена благодаря содействию Николая Андреевича Василькова. Я еще одно питание, якое у Святиловицкой середней школе вырешили с допомогой депутата Палаты представников набиток компьютерного класса. Усе необходимые для этого документы уже оформлены. Ранее на уроках информатики приходилось використовывать технику, набитую амаль два десяти годзі тому. Появится новая программа, которую можно будет установить на эти компьютеры, которые уже сейчас невозможно установить. И здесь уже практически на всех компьютерах операционная система XP, которая уже устарела и не обновляется через интернет. Причем, станет работа быстрее в интернете. Святиловицкий Центр культуры вольного часу зараз працуе за обмежаваннями. Звязана гэта с масштабным ремонтом. Частка помешканья для занятка упаконь непридатная. Однако, для будущей выгоды, часовые незручности тут готовые потерпеть. Будинок центра открылся в 1989-м. И с того часу им проводили только косметичный ремонт. Работы начали два годы тому. По особенности зараз завершается третий этап. В 2017 году у нас была встреча с депутатом Николаем Андреевичем Васильковым в сельском совете. И на этой встрече я попросила помощи у Николая Андреевича, так как у нас текла крыша и дети ходили заниматься, грибок был на потолке. И вот благодаря Николаю Андреевичу у нас в 2017 году уже начался ремонт крыши. В 2018-м продолжился и вот уже финальная стадия у нас уже заканчивается замена сейчас потолка. Подремонтировали фасад, крышу отремонтировали. Сейчас дети занимаются уже хотя бы в уюте, где не течет, уже все хорошо. Жахары Святиловича у свою малую родиму любят и активно включаются в выращении у зникающих проблем. Депутат об их ведая и за все дымкнется до помахчы. Уреште гэты и есть яго махчыма самая головная миссия. Периодически он посещает нашу территорию сельского совета, встречается с населением, решает вопросы жизни и обеспечения. Никому отказа еще не было, даже если касается какой-то вопрос личного характера, то мы связываемся напрямую и он помогает нам. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Угомель», Ветковский район. Промая телефонная линия завтра пройдет во Управлении внутренних справ Гомельска-Габлова-Конкама. На пытание, яке отыщатся деятельности правоохолных органов, откажет начальник Управления внутренних справ Гомельска-Габлова-Конкама генерал-майор милиции Александр Васильев. Номер телефона 96-74-32. Промая линия будет працовать с 15 до 17 годин. Молодь, здоровье, ладь життя. В регионе сегодня стартовал «Тодень здоровья». Медики нагадывают, что вельми важный период для умоцывания и поляпшения здоровья – подлетковый взросл. В этот период, когда молодые люди наиболее схильны до переймания негативных звычек. Поэтому в приоритете формирования у юнаков и девочек культуры здорового ладу життя. Причем, это понятие включает множество аспектов. Например, культуру шлюбного выбора и планования семьи, а также физичную, геоничную, психоэмоциональную, духовную культуру. До несприяльных алкоголизм и наркомании. Они являются причинами шматрикых захворываний, резко скорочаются протяглость життя, снижают процесс дольности, згубно отбиваются на здоровье молоде и их будущих поколениях. Так, до 27 вересня на базе медицинских установ Гомеля действуют промы телефонные линии, по яких можно отримать консультации специалистов. На питание Жахару региона будут отказывать валиологи, психологи, психотерапевт, травматолог-ортопед, нарколог. Майстер репортажной фотографии Сергей Халадзелин сегодня означает 60-ти годзе. С фотоаппаратом посебровал еще в школе и никогда с ним не расставался. Невеликий перепынок был только подчас службы в армии. Працывал в газете «Маяк», потом в «Гомельской правде». И уже 4-ти с того годзе з'является уластным фотокорреспондентом белорусского телеграфного агентства по Гомельской области. Работы Сергея Халадзелина выставлялись в Германии, Норвегии, Франции, Польши и Вядомы Беларуси. Сирот шматликих достигнений и перемог звание лауреата премии президента за духовное отражение. Сергея Халадзелина интересует социальные темы. Он сдымает людей, побыт, працу. Особливое место в его творчестве займае жанночев образ. Фотомастак относит себя до майстру, которые занимаются классичной фотографией, но в тот же час воспринимает новаторство. Самое интересное в профессии каждый день видеть и переживать новые подеи. Из-под его руки выходят живописные творы в стиле фэнтези и стимпанковские работы в технице треш-арт. Свой накерунок в мастерстве Сергей Каурыга шукал всю жизнь. А сегодня у его скарбон это больше за 3000 работ. При этом творче почерк импровизатора уже введомо не только в Беларуси, а и за мяжой. Про тягу темы в следующем репортаже. Запчастки от котла, старый лишильник и патрон. В будущем из этого тримается интерьерная настольная лямпа. Сергей Каурыга может навод груду металлолома перетворить укористный предмет або утвор мастерства в стиле стимпанк. Элементы будущего шедевра аутер знаходит в несправном прессе або в старом велосипеде. Часом декабы деталь с устрока прямо под ногами на улице. У металля в особляне не только предметы побыту, техники, тягодинки, аллеи живых истот. Зараз у его мастерским багажей больше за 3000 работ. Працовать с запчастками вучился в радиотехничном институте и у перед работы на радиозаводе. А коли отримал специальность мастака-оформителя, стал сполучать инженерные и мастацкие навыки. Я рисовал с самого детства практически, но потом в классе в пятом-шестом мне крышу снесло радиоэлектроника совершенно. Я просто кинул все и паял днями и ночами дома все на чердаке. И постепенно я начал перестраиваться в электронике, параллельно занимаясь живописью и в восьмом году я даже свою первую работу сделал. Серьезно. За час мастацкой карьеры Сергей Каурыга так само поспел поудельничать в росписи трех храмов и млик кафедрального собора у Гомеля. Працевал на 11-метровой вышине. Займался реставрацией стародавних образов. Там просто рисунок был, он уже настолько старый, осыпался, поэтому пришлось просто его освежить, переделать полностью и почернело все, потому что храм там копоти очень много и чернеет и окисляется масло. Вядомый Сергей Каурыга своими уластными авторскими образами. Частка зих зараз экспонуется у выставочной зале наибойнейшей библиотеки региона. Икона, она икона и есть, она по канону написана икона, мной же. Но вот это авангардное оформление, это как бы оклад такой, современный стимпанковский оклад. Ну, как бы, да, для человека непосвященного, как бы, да, это шокирует, может быть, даже, даже было интересно, что скажут люди. Ну, просто мне было интересно, что-то новое, вот, для меня было что-то новое такое, в общем. В уголе на рахунку Сергея больше за 30 выстав, как у Беларуси, так и за мяжой. Утымлик он на арт-экспо у Нью-Йорку. Так само его работы знаходятся у приватных коллекциях в Европе, Азии, Америце и Австралии. Недавно композиции вернулись с экспонирования у столичным палаце республики. Ганна Ковалева, Марина Джалая, преподаватель агентства Теллина Винову. На календары вера сеня арена гумельского цирка покрылась ледом. Сезон представлений на манеже открыл украинский коллектив «Цирк на леде». Иллюзионисты, жанглеры, гимнасты, акробаты и навод клоуны усе стали на коньки, как запросить глядачоу зазернуть у Лядовое Королевство. Программа зачаровывает с первых хвилин, а повед войдет казачник. Номеры изменяются непрекметно для глядачоу, только поспевая з'являться акробатичным и актерским сдольностям артистов. У нас необычная программа, как вы успели заметить. У нас театрализированный спектакль, будем это так называть. И в этой программе принимают участие различные артисты, у которых есть свои определенные роли. Это мастерство оттачивали очень долго и шли к этому всему тоже очень долго. Особные уваги заслуговывают костюмы артистов и лазерные шоу, что ж супроводжае программу. Зрешты, выходясь на лед и ты, кто выступает без коньков. Это дрессированные живелы и птушки. Попугаи, собаки, козы, лама и морский котик. Одна из шесть вероногих артисток все ж таки примерила спецабуток и держалась на им саправды профессийно. Что программа Ледового Королевства будет радовать гомельского глядача до 20-го костришника. Это и и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 75 лет назад на территории Беларуси закончились боевые действия. Однако эхо той страшной войны откликается до сих пор. Житель Чечерска обнаружил в своем доме под полом боеприпасы времен Великой Отечественной. В минувшее воскресенье проводя ремонт в частном доме житель Чечерска наткнулся на железные болванки лежащие под слоем грунта в подполье. Ржавые предметы по форме напоминали снаряды. Строительные работы пришлось на некоторое время приостановить. Специалисты саперно-пиротехнической группы прибывшие на место происшествия извлекли из земли две минометные мины один артиллерийский снаряд и взрыватель. Весь арсенал относился к периоду Великой Отечественной войны. Еще один взрывоопасный предмет обнаружили в Новобелецком районе Гомеля в пятницу. Мину нашли при выполнении строительных работ на территории детской деревни дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Оказалось, что снаряд привезли вместе с бетоном в грузовике-миксере. Найденные в обоих случаях боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили. В Жлобинском районе из-за внезапно выбежавшего дикого животного вечера на 12-м километре автодороги Жлобин-Светлогорск 49-летний водитель, управляя автомобилем «Ровер», совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. В результате столкновения водитель и 46-летняя женщина получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение Жлобинской райбольницы. Водители-пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. Подобная авария произошла и тремя днями ранее на автодороге между Светлогорском и Сосновым Бором. Животное погибло, автомобиль получил повреждения, водитель не пострадал. ГАИ напоминает, что при проезде лесных массивов, обозначенных знаками «Дикие животные», рекомендуется ехать немного медленнее разрешенной скорости и быть предельно внимательными. Охраняли имущество, но не смогли уберечь себя. На одном из частных предприятий Мозыри произошел пожар в сторожке. Среди обгоревших обломков обнаружено тело сторожа. По прибытии спасателей в переулок Березовый вагончик был полностью охвачен огнем. Рядом находился сторож, а в вагончике оставался напарник, его сын. Проведя разведку, спасатели на кровати обнаружили обгоревшее тело мужчины 1979 года рождения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. В Петриковском районе произошел пожар в сарае свинокомплекса, в котором находилось 1100 свиней. Животные не пострадали. О пожаре в деревне Мышенко по телефону сообщил сторож сельхозпредприятия. Еще до прибытия подразделения МЧС здание было обесточено, что минимизировало возможные последствия. Пожар ликвидирован спасателями. В результате пожара повреждена кровля сарая на площади 3 квадратных метра, уничтожен пластиковый воздуховод вытяжной вентиляцией. Причина устанавливается среди версий короткое замыкание электропроводки. Поистине ювелирную работу пришлось выполнять гомельским спасателям. Из ушного канала девочки-подростка они доставали сережку. Сообщение службы спасения поступило 22 сентября. По прибытию к месту вызова выяснилось, что девочка 2007 года рождения при снятии кофты случайно зацепила серьгу, которая с застежкой вошла в ушной канал. Самостоятельно выточить ее не получилось. Работники МЧС при помощи медицинского зажима аккуратно извлекли из уха инородный предмет. Госпитализация ребенку не понадобилась. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Состоялись очередные поединки третьего тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК потерпел поражение от охраны Динамо 2-6, а Гомель принимал полеское дерби. В этот раз в принципиальном поединке встретились команды ВРЗ и БЧ. Номинально принимающей стороной значились вагоны-ремонтники. Счет в матче открыл ВРЗ точным ударом Евгения Клочко на девятой минуте матча. Спустя минуту Константин Кусков уравнял шансы обеих команд. С равным счетом команды ушли на перерыв. Во второй половине матча Станислав Лемешко выводит вагоны-ремонтников вперед на 32-й минуте, а через 4 минуты Павел Книга сравнивает счет. Победный гол в ворота Юрия Дегтяренко забил Сергей Малышко за две минуты до финального свистка арбитра. В итоге волевая победа БЧ 2-3. Полесское дерби провели и хоккейные команды Гомель и Металлург. Гомельчане отправились в Жлобин. Металлург начал первым номером и имел несколько отличных моментов открыть счет, однако удачливее были гомельчане. Нападающий Рысей Кирилл Бовин отличился в начале второго периода. Затем перевес гостей увеличил Александр Скоринов. В заключительной 20-ти минутке «Волки» приложили максимум усилий, чтобы отыграться. Их результатом стала шайба Захара Полищука. В конце встречи Бовин оформил дубль и победу Гомеля. В 22-м туре чемпионата Беларуси Гомель потерпел поражение от минского «Динамо», а мозырская славя от футбольного клуба «Минск». Во встрече Гомеля и «Динамо» в первом тайме гости не смогли добиться успеха, а победный гол на 63-й минуте игры забил форвард «Динамовцев» Егор Зубович. Второй представитель области «Славия» минимально уступила Минску. Поединки 21-го тура состоялись и в первой лиге. Ричицкий спутник минимально уступил в гостях у «Слонима-2017» 1-0, а Светлогорский химик проиграл на своей площадке Бобруйской белшине 1-2. Третий представитель области «Гомельский локомотив» завершил встречу с Лидой победой 1-0. В «Гомеле» завершился открытый областной турнир по боксу памяти героя Советского Союза Кирилла Осипова. Соревновались мужчины. На ринге областного центра Олимпийского резерва единоборств гомельским спортсменам противостояли атлеты из украинских Чернигова и Киева. Турнир проходил в формате матчевой встречи. Столицу страны-соседки представляли воспитанники спортивного клуба бокса «Казак», который на днях отметил 40-летие со дня открытия. «Хороший обмен опытом и, я смотрю, и повышается мастерство наших боксеров, украинских и белорусских боксеров. Поэтому это здорово, что проводятся такие соревнования. Мы приехали сюда, привезли шесть боксеров для того, чтобы они повысили свое мастерство, подготовились к дальнейшим нашим основным соревнованиям, чемпионатам и Украины, и мастерским турнирам, на котором ребятам еще надо выполнять нормативы мастера спорта. Поэтому я думаю, что это будет хороший для них задел в начале учебного года». У гобельских боксеров турнир памяти Осипова также в списке подготовительных к более крупным стартам. 7 по 12 октября на этом ринге пройдет один из самых главных внутренних турниров Кубок Беларуси. Боксеры со всей республики будут оспаривать места в сборной страны. Перези соревнования, на которых будут разыгрывать путевку на Олимпиаду в Токио. На Кубке страны будут боксировать и девушки. Сейчас они готовятся к чемпионату мира, который 30 сентября стартует в российском Улан-Одэ. В списке участниц мирового форума есть и гомельчанки. «Наши женщины во главе с нашим главным тренером Фигуренко Игорем Анатольевичем туда поедут. Сейчас определяется состав. Знаю точно, что уже в списках это Виктория Кебикова и Юлия Панасович. Они уже в состав попали». Победителями турнира памяти Кирилла Осипова стали гомельчане Владислав Смягликов, Вадим Панков, Денис Лопушанский, Мурат Мурадлы, а также Эмил и Рамил Алиевы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова